Сталинские дома в Воронеже – это не только историческая архитектура, которая является напоминанием ушедшей эпохи. Во многих из них во времена Советов располагались убежища на случай применения оружия массового поражения. С развалом Советского Союза постепенно приходили в упадок и защитные сооружения. Наши корреспонденты отправились туда, где когда-то возводились стратегически важные объекты времен Холодной войны. Эта двухэтажка на окраине Воронежа – одна из немногих из оставшихся послевоенных построек, где по-прежнему живут люди. В этом доме в советские времена находилось бомбоубежище, куда водили на экскурсии целые классы. Любопытно, а что сегодня осталось от советского наследия? Из жителей этого дома сегодня мало кто помнит, каким было бомбоубежище в самом начале своего существования. Дом строили еще военнопленные немцы, уже дому больше 60 лет. И знаем, что в таких домах во всех у нас, и в нашем в том числе, бомбоубежище было. Оборудованное все. Но со временем, соответственно, это все пришло, как сказать, в упадок. Уже только одно воспоминание осталось, скажем так, что оно там было, это бомбоубежище. Нашим гидам любезно согласилась стать Светлана, с которой мы спускаемся в подвал в надежде увидеть хоть что-то, что сохранилось бы от стратегически важного объекта советского периода. Но пока ничего любопытного, кроме веселых картинок и журнала «Огонек». Обычный подвал, где сегодня у каждого жильца есть свой сарай. Не обошлось и без борьбы с местными обитателями, где для них приготовили крысиную отраву. В свое время подвал облюбовали и бомжи, сумевшие здесь неплохо обосноваться. Дальше идет, что здесь с этой стороны кто-то оборудил себе тоже сарай, а здесь должно что-то остаться, какие-то вонеки на бомбоубежище. И вот удача. Мы нашли то, без чего не обходится ни одно защитное сооружение, а именно туалет и душевую. Правда, все это было хорошенько завалено мусорным хламом. Единственным напоминанием, что здесь было когда-то бомбоубежище, является этот сохранившийся санузел. Это все, что осталось от бомбоубежища времен Холодной войны. А ведь когда-то сюда водили старшеклассников, где они постигали азы начальной военной подготовки. На занятиях по гражданской обороне советских школьников обучали тому, как правильно пользоваться противогазом и что необходимо сделать, если сработает тревожный сигнал сирены, оповещающий о чрезвычайной ситуации. Практически во всех послевоенных постройках, так называемых «сталинках» были предусмотрены бомбоубежища. Что касаемо жилых домов, данные защитные сооружения гражданской обороны в настоящее время походят как самый низкий класс. В более поздних СНИПах их даже нет, такого класса не учитывается. Все данные защитные сооружения строились до 1960 года. После 1960 года строительство защитных сооружений. Ими достроились как бомбоубежища. Здесь будет правильно к ним применить название. Сейчас они входят в общую систему и считаются как убежища. После 1960 года такой практики строительства защитных сооружений под жилыми домами не было. Лишь четыре года назад эта практика строить защитные сооружения в жилых домах вновь возобновилась. В 2014 году, учитывая опыт, учитывая возможные перспективы чрезвычайных ситуаций, других происшествий, в своды правил были внесены изменения. Что касается строящихся укрытий, естественно, это сейчас с 2014 года. Это в основном проекты, начало строительства. Это мы начнем получать только к 2019-2020, в лучшем случае, годам. Мы поинтересовались у простых воронежцев, насколько необходимы такие защитные сооружения в новых домах. Если сейчас что грохнет, то тут, наверное, никакие бомбоубежища не спасут. Как я думаю. Это мы в советские времена прекрасно прожили. Я вот возьму за себя, у меня же слезы градом текут, что так получилось. Работали спокойно, лечились, санатории, дома отдыха. Сейчас вообще брошенных спасайся кто как может. Ни работы, ни учебы, ни лечения, ничего. И со всех сторон по периметру окружили. В таких условиях безопасность не бывает лишней. И пример советского прошлого относительно важности обучения основам гражданской обороны необходимо взять на вооружение. Сегодня большинство бомбоубежищ, сохранившихся в советских времен, в лучшем случае используются под складские помещения, а в худшем просто разворовываются на месте заброшенных предприятий. В одно из таких укрытий мы отправляемся с воронежским диггером Владимиром Малдером. С вами снова Вовка Малдер. И мы сейчас полезем в огромный офигенный бомбарь. Ну что, ребят, полезли? Полезли. Тебе страшно? Мне нет. Интересно. В переводе с английского диггер означает копатель, то есть человек, которого интересует подземная жизнь. Одно из правил любителя подземки – не светить те места, куда отправляется диггер. А потому излишняя осторожность нам не помешает. При желании любое препятствие можно преодолеть, особенно если рядом с тобой городской сумасшедший Вовка Малдер, как он сам себя называет. Вот гермодверь у нас закрыта. Пытаемся ее открыть. Вот, крылья. Ну, похоже, видите, сломался этот вот привод, который ее открывает. То есть она подходит заваренная изнутри. Но настоящие диггеры не боятся. Вот здесь уже заготовлен специальный проход. Видите? Уже все открыли. Вот, все открыли. Вот сюда нам придется лезть сюда. Как и наш проводник, мы заражаемся духом авантюризма и чувствуем себя героями приключенческого романа, которым предстоит увлекательное подземное путешествие. Что, ребят? Погнали. Так, ну что, за мной, ребят? За мной. То, что мы увидели, впечатляет. Экскурсия по огромному бомбоубежищу, куда может заехать даже спецтранспорт, погружает нас в атмосферу тех лет, где все напоминает о советском прошлом. Прикасающийся вот к этой эпохе, это своего рода машина времени, не отправляющая тебя в прошлое, в эпоху холодной войны. И одновременно чувствуешь себя героем вот этого постапокалиптической фантастики, когда погружаешься в эту атмосферу, в эту советскую, в атмосферу этого Советского Союза, в атмосферу, когда была холодная война, и чувствуешь вот это эхо, все вот это, вот эту атмосферу. Коммунизм чувствуешь, вот эти советские плакаты, вот эти настроения тех людей, которые там жили. Вот находишь какие-то старые документы, к чьей-то судьбы. Вот интересно, конечно, все это, прикосновение к истории. Правило настоящего диггера – простое созерцание и сохранение того, что удалось увидеть под землей. Хочешь запечатлеть какую-нибудь находку, лучше возьми фотоаппарат. Ну вот здесь похожа на старые документации. Обычно в таких бомбоубежищах хранили всякую старую заводскую документацию. О! А вот это уже интересно, видите, артефакт. Чья-то судьба, советская донбасса книжка. Увы, для других прикосновение к истории заканчивается обычным вандализмом. Перед нами есть генерал, точнее, то, что от него осталось. Он должен был обеспечивать автономную работу бомбоубежища и снабжать его этическим. Но, к сожалению, всякие люди непонятной национальности его передали на металл. Это все, что от него осталось. После развала СССР бомбоубежище постепенно пришло в упадок. Уже в наши дни, судя по тому, что мы увидели, защитное сооружение пытались переоборудовать в ТИР, но в какой-то момент от затеи отказались. Сегодня, чтобы восстановить заброшенное убежище, потребуется немало сил. Очень дорогостоящие инженерные коммуникации в защитных сооружениях. Все это под землей, все это необходимо восстанавливать. Очень много работ, которые являются дорогостоящими инженерно-технических работ, которые просто так выполнить нельзя. Необходимы соответствующие расчеты, точное соблюдение определенных требований. Предположительно, это бомбоубежище было построено в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века. Защитное сооружение – это отражение эпохи, по которому можно судить о людях и идеях того времени. Гражданская оборона была развита. Из-за того, что началась холодная война, в Советском Союзе сильно боялись вторжения. И боялись Третьей мировой войны. Из-за этого устроится бомбоубежище, наращивание обороны, гонка вооружений. Все бомбоубежища – это их холодные войны. Единственное, что омрачает экскурсию после 20 минут нахождения в подземелье – это холод. Но даже он не способен охладить наше желание прикоснуться к истории своей страны. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова